Матрас весь с буграми. Непонятно тут, конечно. Просто вообще нереально лежать. Плесень одна. Этот видеоролик появился в социальных сетях в начале недели. Сейчас у него уже больше 6000 просмотров. Записала его одна из пациенток детского инфекционного отделения Шуйской центральной районной больницы. В комментарии к видео девушка пояснила, что лежала в отделении с грудным ребенком и была возмущена состоянием палаты. Почему в инфекционном плесень на стенах и жалюзи? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к главврачу Шуйской ЦРБ. Данное отделение капитально было отремонтировано в 2010 году. К настоящему времени имеется нарушение гидроизоляции горизонтальной части фундамента, шлюющего здания и нарушение теплоизоляции ограждающих стен, снижение эффективности вентиляции. Все это приводит к повышенной влажности ограждающих стен и окуных откосов. Соответственно, к образованию грибка и нарушению покрытий. Главный врач рассказывает, косметический ремонт в боксах делают ежегодно, но проблемы с вентиляцией это не решает. И все-таки лучше один раз увидеть. Шуйское ЦРБ – крупное лечебное учреждение, даже не районного, а регионального значения, ведь обслуживает 6 муниципалитетов. Всего здесь 330 коек круглосуточного стационара. Бокс, заснятый на видео, сейчас занят, так что с учетом специфики отделения посторонним туда нельзя. Но вот соседний. Видно, что ремонт сделан совсем недавно. И, несмотря на это, в углах, примыкающих к несущей стене, заметна плесень. При этом палата совершенно чистая. Врачи рассказывают, по-другому и быть не может. В инфекционном отделении уборка и обработка производятся по несколько раз в день. То же касается не только помещений, но и постельного белья. Этим объясняет заведующий отделением состояние подушек и матрасов. Каждый больной, поскольку он является инфекционным, является опасным для следующего больного. Поэтому все постельные принадлежности, которые подлежат стирке, и в том числе, включая матрасы, подушки, одеяло, после пребывания больного в обязательном порядке проводится дезокамерная дезинфекция. Естественно, что эта дезинфекция, то есть это воздействие высокой температуры, паров воздушных, они портят эстетический вид этих принадлежностей и матрасов, и подушек. Особенно если, например, мама нарушает режим, и ребенок на эту подушку помочился, это все выгорает при высокой температуре, и остаются разводы. После чего, конечно, и подушка, и матрас может терять свой вид. Но, несмотря на то, что эстетически выглядит это не очень красиво, это абсолютно безопасно. У постельного белья есть установленный срок службы. Он един для всех лечебных учреждений. И лишь по истечении этого срока его утилизируют и заменяют новым. За то, что постельное белье регулярно стирают и дезинфицируют, сотрудники больницы готовы поручиться. Проблема с грибком на стенах намного серьезней, но ее решит только капитальный ремонт. Он запланирован ориентировочно на 2019 год. Проектно-сметная документация готова и ждет утверждения. А пока в борьбе с дезинфицирующими средствами грибок побеждает. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.